В июле в строительстве проекта конструкторского технологического бюро Савелмаш произошло сразу несколько знаменательных событий. 22 июля началась укладка асфальта. Первой была закрыта площадкой рядом с грузовым пандусом по КТБ. У главного входа в здание была проведена подготовка к укладке асфальта. Установлены колодцы, выровнен грунт, проложен геотекстиль, выполнена засыпка песком. Еще одно долгожданное событие. Теплотрассу соединили с центральной тепломагистралью за пределами участка Савелмаш. Перед этим был выполнен весь цикл работ. Уложены трубы, выполнена их обварка, гидроизоляция, подключена система контроля от протечек. Также пришлось выполнить внеплановые работы для обходования площадочных коммуникаций, которые были заложены иначе, чем в плане. Подошел к завершению монтаж заземления. Были подведены все магистрали и смонтирована камера для подключения холодного водоснабжения. Строители начали подключать холодную воду, чтобы обеспечить работу системы противопожарной безопасности. Была смонтирована платформа под установку вентиляционного климатического оборудования, которая позволит сократить вибронагруженность всего здания. Создавалась траншея под коммуникацией для наружного освещения. Блоки временного забора были демонтированы. Они постепенно вывозятся с площадки. Монтаж плит временной дороги подошел к завершению. В здании работы с инженерными сетями также шли полным ходом. Сотрудники Савелмаш монтировали теплотехническое оборудование в индивидуальном тепловом пункте. Выполняли его обварку и обвязку. В административно-ботовом корпусе монтировались теплосети и осуществлялась разводка электросетей. Начался новый этап работ внутри здания – заливка стяжки пола. На первом этаже административно-ботового корпуса она выполнена, в производственном корпусе продолжается. Предварительно под стяжку расстелили специальное покрытие, проложили тепловые коммуникации, сделали разводку электричества по полу. После заливки бетоном рабочие приступят к монтажу плитки и установке межкомнатных стеклянных перегородок. Помимо строительства компания «Соволмаш» занималась разработкой и изготовлением станков и оснасток, работами над углошлифовальной машиной. Чтобы ускорить строительство и выполнить основные строительные работы до наступления холодов, компания «Солар Групп» запустила акцию «Спасибо». Акция включает персональные предложения для каждого инвестора проекта. Бонусные инвестиционные доли начисляются предосрочные оплаты рассрочки, увеличение активного и оплаченного пакета, покупки нового пакета. А также действуют особые условия для новых инвесторов – 25 долларов подарок на первую инвестицию и более высокий дисконт на покупку долей. Подробности акции по ссылке в описании этого ролика. Топ-менеджеры «Солар Групп» в лице генерального директора Сергея Семенова и руководителя направления рекламы и связи с общественностью Павла Филиппова побывали с рабочей поездкой в Китае. К делегации присоединились также директор производственной кооперации «Ресурс» Андрей Лобов, индийский бизнесмен и партнер проекта «Автар Сингх», директор компании «АСПП Вэйхай» и партнер «Соволмаш» Виктор Арестов. В первый день поездки делегация посетила завод, где производятся электродвигатели и ручной электроинструмент для известных мировых брендов. Здесь будут производиться корпуса для углешлифовальных машин «Соволмаш». Образцы деталей были изготовлены и переданы в Москву с делегацией «Солар Групп». Гости побывали в головном офисе компании, шуруме продукции и на производственных площадях. Их впечатлили масштабы завода. Завод интересуется продукцией с технологией «Славянка», потому что двигатели с совмещенными обмотками позволят ему при относительно небольшом росте себестоимости производства значительно повысить конкурентную способность продукции и получать в несколько раз больше прибыли от продажи. Во второй день поездки наша делегация посетила автомобильный завод Beijing Automobile Works. Это одно из крупнейших предприятий китайского автопрома. Несколько лет назад на нем запустили производство электромобилей. И сейчас предприятие интересуется применением технологий «Славянка» на своих электрогрузовиках. О третьем дне поездки в Китай мы расскажем в ближайшее время. 4 июля команда «Тук-Тука Баджаш Максима» с двигателем на «Славянке» финишировала у ледового дворца Алматы-Арена и завершила свое участие в гонке солнцемобилей по Казахстану на четвертом месте. 24 дня длилось это путешествие. «Тук-Тук» преодолел около 3000 км по пустыне и пред горе. Испытаний за это время было немало, но двигатель показал себя с самой лучшей стороны. Работал неизменно надежно и без сюрпризов. Тянул тяжелый «Тук-Тук» на одной только солнечной энергии. 1 июля в Африке открылось новое национальное представительство компании Solar Group. К проекту присоединилась Мали. Национальным партнером в этой стране стал Жильвебер, который представляет компанию также в 8 других франкоговорящих странах. В Мали будут регулярно проводиться офлайн-презентации и выполняются другие задачи, что поможет увеличить число участников, инвесторов и ускорить развитие проекта в стране. Представительство в Мали стало 28-м по счету в мире. 8 июля компания Solar Group открыла офис в городе Ганюа, который находится в Кодивуаре. Открытие посетили 50 человек и съемочная группа телеканала «Бизнес-24». Такая активность говорит о большом интересе к проекту и потребности в офисе. Перед гостями выступил национальный представитель Жильвебер и ведущий партнеров в Кодивуаре. Команда партнеров Solar Group будет регулярно проводить презентации проекта и встречи для партнеров в новом офисе. Этот подход уже показал свою эффективность в Абиджане и других городах мира.